Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Факты Тудэй. Приятного просмотра! В феврале герцогини Кембриджская приняла участие в записи подкаста «Счастливая мама, счастливый ребенок», в котором поделилась подробностями трех непростых беременностей и призналась, что испытывает чувство вины, когда оставляет детей ради королевских обязательств. Напомним, Кейт Мидлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников – 7-летнего Джорджа, 5-летнюю Шарлотту и 2-летнего Луи. Недавно ведущая подкаста Джованна Флетчер поделилась впечатлениями о встрече с герцогиней. Она отметила, что на беседу было отведено только 45 минут, но задушевный разговор продлился полтора часа, у гостей остыл чай, но она этого даже не заметила. Кейт забыла о времени и разоткровенничалась, и на это во многом повлиял Уильям, который воодушевил супругу на предельную честность. Принц Уильям пришел, чтобы проинструктировать ее, и сказал «Просто говори». «Не бойся, что наговоришь лишнего или скажешь что-то не то. Мы сможем это отредактировать. Просто рассказывай». Поэтому она готова была ответить на все вопросы. «Было потрясающе», – рассказала Флетчер в свежем интервью. Она добавила, что на протяжении всего разговора Миддлтон была превосходной, абсолютно элегантной и самокритичной. 38-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям пережили кризис своих отношений. Старший сын принцессы Дианы в 2007 году попросил девушку сделать паузу, а потом с трудом добивался возвращения возлюбленной. На тот момент пара встречалась уже на протяжении четырех лет. Уильям сообщила о своем решении Кэтрин, позвонив ей по телефону на работу. Будущая герцогиня была невероятно расстроена. Она старалась не подавать вида, но такой поступок любимого жестоко ее ранил. Кейт продолжала жить своей жизнью, путешествовала, строила карьеру, ходила на вечеринки. Однако источники из ее окружения утверждали, что на самом деле она серьезно переживала и никак не могла справиться с эмоциями после разрыва. Кэтрин и Уильям встретились через некоторое время на одной из жарких вечеринок. Как бы это ни звучало пошло, но мероприятие было тематическим, всем гостям было необходимо нарядиться в чертовски непослушном стиле. Наследный принц пришел в шортах и полицейском шлеме, а Кейт надела костюм медсестры, ультракороткое платье и колготки в сеточку. Она явно хотела показать возлюбленному, кого он потерял. С потолка свисали надувные куклы, а по залу основали сексуальные официантки. Кейт и Уильям зажигали на танцполе, а потом вместе ушли с вечеринки. Молодые люди сблизились и больше уже не расставались. Мы оба были очень молоды. Мы оба искали себя и были разными персонажами. Мы очень старались найти свой собственный путь, и мы росли. Так что этот перерыв сработал только к лучшему, рассказал о том периоде принц Уильям Дейли Мэйл. Накануне Кейт Мидлтон снова вышла на связь с британцами. Герцогиня Кембриджская надела эффектную фиолетовую блузку Гуччи, украшенную большим бантом. Жена внука британской королевы призналась в беседе о воспитании детей до пяти лет, что порой и сама не знает, как справиться с истериками малышей. Кэтрин пошутила, что ей тоже иногда требуется помощь специалистов по этим вопросам. Из-за все еще напряженной в силу пандемии коронавируса обстановки по всему миру и Великобритании, в частности, 38-летняя принца Уильям и Кейт Мидлтон продолжают проводить большую часть официальных встреч прямо из Кенсингтонского дворца. Вчера в честь дня сыновей супруги в очередной раз вышли на связь по зуму из своей резиденции, чтобы пообщаться с членами благотворительной организации Фьючермен. В ходе этой виртуальной встречи Кейт и Уильям поговорили с отцами, дети которых появились на свет в разгар пандемии. Один из отцов появился в кадре со своим 7-месячным сыном, герцогиня Кембриджская, которая выбрала для видеозвонка рубашку с абстрактным принтом в винтажном стиле от Майкл Корс, не смогла проигнорировать это обстоятельство и радостно поприветствовала мальчика. Во время видео встречи пара также пообщалась с отцом другого малыша, появившегося на свет в июне. Мужчина признался Кейт и Уильяму, что нашел в карантине свои плюсы и минусы. Например, он смог каждый день наблюдать за тем, как меняется его сын на протяжении первых месяцев жизни, но так и не познакомил малыша с остальными членами своей семьи, которые не смогли добраться к ним из-за пандемии. Кейт ему посочувствовала и отметила, что молодым родителям приходится очень непросто в этот сложный для всего мира период. Многие отцы просто не знают, что делать и куда обращаться в случае возникновения проблем. У них нет поддержки, правильного окружения, которое могло бы дать совет и материальных средств. Фьючермен как раз помогает таким людям осуществить мечту о счастливом отцовстве. Рассказал принц Уильям о главной миссии благотворительной организации. Через несколько часов после окончания этой видео встречи Кейт Мидлтон и принц Уильям сообщили своим подписчикам грустную новость. В своем официальном аккаунте в инстаграме они опубликовали фото любимого питомца семьи, пса по кличке Лупа, и в подписи к нему сообщили о его смерти. Супруги написали, что собака прожила с ними 9 счастливых лет и скончалась в минувшие выходные, а также признались, что будут очень сильно по ней скучать. Бывшая герцогиня Меган Маркл рассказала, как пережила выкидыш. Об этом звезда Голливуда написала в своей колонке для издания The New York Times. По ее словам, она была беременна вторым ребенком, но потеряла его уже после того, как они с принцем Гарри сбежали из королевского дворца в США. Бывшая герцогиня почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка к медикам вместе с убитым горем принцем Гарри. Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка, откровенно рассказала Меган Маркл в своей колонке для издания. Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку. Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели, добавила звезда Голливуда. Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри наплевали на подарок Елизаветы II. Бывшие герцоги передали ключи от загородней резиденции Фрогмор своим кузенам, принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбанку. Но это решение Меган Маркл и принц Гарри приняли самостоятельно, не посоветовавшись ни с Елизаветой II, ни с Чарльзом, которые подарили паре этот особняк. И такой поступок огорошил старших членов королевской семьи. Как сообщают западные медиа, в их числе американское издание The Washington Post и британский Daily Mirror, принц Уильям высказался резко против сериала «Корона». Герцог Кембриджский обвинил создателей проекта в использовании брака своих родителей для зарабатывания денег. Королевский редактор Daily Mirror Рассел Майерс рассказал о реакции принца Уильяма во время программы «Наива», заявив, что старший член монаршей семьи сильно расстроен, так как зрители бурно реагируют на четвертый сезон популярного проекта, который сосредоточен вокруг токсичных отношений Дианы и Чарльза. И это несмотря на то, что в «Короне» колоссальное количество исторических неточностей, а ключевые сцены заменены художественным вымыслом сценариста и возлюбленного Джиллиан Андерсон, Питера Моргана. Майерс сказал, что Уильям ранее говорил друзьям, что, по его мнению, корона – это не очень справедливое изображение его отца или брака его родителей. По-видимому, это упрощенный способ заработать деньги. Майерс также отметил, что принц Чарльз решил не смотреть сериал. После новости о выкидыше Меган Маркл появились фото, на котором жена принца Гарри беременна вторым ребенком. Герцогиня призналась, что после переезда в США была в положении, но потеряла еще не родившегося малыша. Тем временем в сети отыскали фото Меган с округлившимся животиком. На кадрах, датированных концом июня, Меган в черном фартуке помогает готовить еду для благотворительной лос-анджелесской организации Fit Hope. На одном из фото четко видно, что формы худощавой экс-актрисы слегка округлились. На других снимках, которые были сняты папарацци в первой половине июля, Меган появилась в свободном льняном платье, хорошо скрывающем очертания фигуры. Кроме того, она отказалась от любимых каблуков. Напомним, что 25 ноября The New York Times опубликовал статью, в которой Меган призналась, что после переезда в США пережила выкидыш и оказалась в больнице. Герцоги Сасикские перебрались в Лос-Анджелес после отречения от королевских обязанностей. Это случилось в конце марта, а до этого с ноября 2019-го они жили на острове Ванкувер в Канаде.